Чао-чао, всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про времена в итальянском языке в таком виду сверху, наверное, вид сверху. И мы рассмотрим, что не все времена, если не называется present, это обязательно про настоящее, если это футура, обязательно про будущее, а если это imperfect, обязательно про что-то незаконченное. Я вооружусь вот таким своим альбомом, здесь найду свою одну из последних страничек. Я всегда использую большие альбомы для записи своих мыслей, для каких-то заметок, для всего-для всего. Сегодня я его использую для того, чтобы рассказать вам про времена системы индикатива. Индикатива. Индикатива — это издевительное наклонение, показывает, что есть, что было, что будет, как будто гадалка нагадает, да, про какие-то объективные наши вещи. Индикатива — это издевительное наклонение, описывает, что происходит, произошло или будет происходить у нас. Индикатива. Это линия времен, на ней мы будем располагать времена. Я буду давать комментарии и говорить о том, какие еще функции имеют времена со своими, казалось бы, определяющими их значениями. Итак, на этой системе мы сделаем вот такой вот шарик первый. Он у нас ближе сюда, к стрелочке, которая устремляется в будущее, потому что будущих времен в нотарианском языке всего два, а прошедших больше, да. Первое время — это presente, presente indicativo, да, полностью называется presente indicativo. Настоящее время, ведь это не только настоящее, вы знаете, что presente — это одно из самых используемых времен в итальянском языке, и не просто так, не потому что настоящего того, что происходит сейчас, в данный момент, его больше, чем было в прошлом или того, что мы можем себе нафантазировать в будущем, совсем нет. Дело в том, что presente, кроме основной своей функции рассказа про настоящее время, про какие-то факты, которые действуют всегда, не только в настоящем, например, как, что земля вращается вокруг солнца или, не знаю, там, небо голубое, presente также несет на себе функцию будущего времени, потому что, как вы знаете, в итальянском языке очень часто действия, которые запланированы на будущее, используются, да, в настоящем, то есть мы используем настоящее время, чтобы сказать про будущее. Вам достаточно сказать domani stasira l'anno prossimo in lulio, и сразу станет понятно, да, la settimana scorsa, la settimana prossima, andiamo al mare. На следующей неделе мы едем на море. La settimana prossima andiamo al mare. Зачем тебе говорить andremo, если 80% итальянцев, они скажут andiamo, да, они используют presente для образования, да, для того, чтобы сказать что-то, что будет в будущем. Также, вот поэтому будущее в некоторых учебниках идет вообще в конце, в конце там а-уровня или а-дуэ-уровня. Например, мы пользуемся в университете, я в основном пользуюсь учебником Progetto Italiano, Lovissimo Progetto Italiano, и там идет сначала такая разбивка presente, потом идет passato prossimo, потом идет futuro sempliche, futuro composto, потом идет imperfeeto, tra passato prossimo, и там уже под занавес второго а-дуэ-уровня идет кондиционале, например. Во многих сериях учебников, например, сначала идет кондиционале, чтобы сказать, я бы хотел мороженку, а потом ты скажешь andro al mare в будущем, да. Почему? Потому что без будущего вполне себе можно хорошо жить. Ты говоришь presente, добавляешь, когда это произойдет, и окей, stu to aposto, все тебя понимают, сами итальянцы так и говорят. Presente также используется в качестве presente storico. Если вы говорите про какие-то исторические факты, не обязательно, в основном, какое-то ремото, которое было сто лет назад, да, или passato prossimo. Для живости речи, для динамики, для активности используется presente, называется presente storico. И вы говорите Dante Alighieri muore nel 1321. Dante Alighieri nasce nel 265. Тебе зачем говорить Dante Alighieri nacque nel 1265 e morì nel 1321? Если ты можешь использовать presente storico, не отвлекаясь от эти шумы, да, из прошлого с ремото, а просто используя presente storico для того, чтобы показать динамику, да. Вот он рождается в таком-то году. Леонардо Винчи пишет свои лучшие полотна, находясь в Милане. В таком-то году он переезжает во Францию. И в 1515 году Леонардо умирает во Франции. Ты можешь использовать presente. И это все presente. Настоящее. То, что происходит в данный момент, то, что происходит всегда, то, что произойдет в будущем, то, что происходило в прошлом, ты можешь описать презенты. Поэтому presente – это все, все и все. Это и будущее, и прошлое. Поэтому оно объединяет все, и будущее, и прошлое. Если мы пройдем дальше, к futuro. У нас есть два futuro, да. Это futuro composto. Оно уже футуро антериоре. Не очень любимое. Студентами, скажем прямо. И дальше после него идет футуро семпличе. Итак, два будущих времени. Существует в итальянском не больше, это хорошо. Футуро, компост. Оно уже футуро антериора поближе к презенту идет. И дальше футуро семпличе. Хотя они называются футуро, но тоже они непростые ребята. А непростые ребята почему? Вообще, на футуро компосту многие просто вот так вот забивают, думают, ну и без него спокойно жили, сколько, да, и беспокойно проживем. На самом деле, что футуро семпличе, что футуро компосту в итальянском языке нужны не столько для того, чтобы говорить, когда я приду домой, я попью чай, ты можешь и в презенте сказать, да, для того, чтобы. Футуро семпличе у нас обозначает сомнения, которые относятся к настоящему. Или тебе поступчали двери, ты говоришь, кисара, кто бы это мог быть, никого вроде не жду. Да, и футуро компосту тоже не нужно его использовать для того, чтобы сказать, когда я приду домой, попью чай. Потому что итальянцы сами так не будут говорить никогда. А футуро компосту нужно, чтобы говорить о своих сомнениях относительного прошлого. Например, Что там вчера Марио делал, почему работу не закончил? Ну, фильм, наверное, рассмотрел. Наверное, дома остался. Футуро компосту и футуро семпличе больше всего в итальянском языке используется, когда? Когда нам нужно сказать о своих сомнениях. Футуро семпличе – это сомнения о настоящем, и футуро компосту – это сомнения, которые касаются прошлого. Тоже они так себе футуро, да? Видите, что презенты не совсем презенты, и футуро не совсем футуро. Дальше у нас есть времена прошлого, они уже такие поспокойнее ребята, то есть вот презенты, оно такое, да, вот везде-везде. Футуро совсем не футуро, но презенты – оно стоит на своем. Мы начнем с самого последнего времени – это тропосату ремоту, с которым, наверное, обращаемся и хороним его. Тропосату ремоту, потому что уже в это бедное время никто не собирается никогда учить и применять, потому что вместо тропосату ремоту, которая описывает события, которые случились до пассату ремоту, уже давным-давно используется тропосату просимо, да? Поэтому тропосату ремоту – как бы rest in peace. Дальше у нас идет пассату ремоту. Пассату ремоту – оно достаточно хорошее время, оно любимое, особенно с центра Италии и вниз. Пассату ремоту, да? С одной стороны, оно показывает на события, которые были далеко, которые ты хочешь эмоционально от себя отодвинуть, с которыми ты не хочешь связывать настоящее, да? То есть пассату ремоту дословно переводится «прошедшее давнишнее», потому что ремоту просто переводится как «давний», да? Давний, там, что угодно, может быть, давний. Пассату ремоту – оно не очень любимо, почему? Потому что там неправильных глаголов больше, чем правильных. Зачем тебе такое время, где там неправильных глаголов больше, чем правильных? Что там, до этого, что ли, мало глаголов неправильно выучили, да? Потому что пассату ремоту там когда-то идет уже на уровне биуно под завязочку, и ты уже столько всего прошел, у тебя уже в голове вот просто вот такая вот каша. Да, итальянцы тоже его не сильно любят. Спросите кого-нибудь с севера – это пассату ремоту, кто на нем когда-то что-то говорил, может быть, фу, сказали когда-нибудь, и все. То есть в разговоре оно не используется. Ну, в речи оно уже нужно в основном на юге Италии, если вы на юге к Италии поехали, там могут на нем поговорить, вместо пассату просиму. Ну, так оно нужно, чтобы просто книги почитать, да, то есть какие-то истории. И то книги какие, тоже зависит от книг, потому что не каждую книгу ты возьмешь, и там будет пассату ремоту. Сейчас все с книги, если они не рассказывают про какие-то, про историю, про что-то давно-давно-давно было, все на пассату просиму написаны, на пассату просиму и баста. Дальше такие хорошие времена – это тропосату просиму. Мне кажется, что тропосату просиму, ему вообще очень обидно жить. Почему? Потому что тропосату просиму – это супер-классное время. Итальянцы его очень часто используют, но те, кто изучает итальянский язык, как-то им пренебрегают. Я думаю, что итальянцами оно любимо, и тропосату просиму любит итальянцев, итальянский язык, но иностранцев, наверное, оно недолюбливает, потому что все иностранцы думают, господи, мы уже выучили пассату просиму им перфетто, вот как-то без тропосату просиму великолепно обойдемся. Но на самом деле оно очень используемо в разговорной жизни, в любой жизни оно используется. Да, это тропосату просиму, оно показывает у нас на то, что произошло до времен, которые выражены в пассату просиму, в им перфетто, а также, как я уже говорила, оно великолепно заменяет тропосату ремоту, то есть с пассату ремоту тоже в связке она идет, то есть оно великолепно, самое, наверное, дружелюбное время в прошедшем времени – это тропосату просиму, потому что оно отлично совмещается и вместе с пассату просиму, из им перфетто, из ремоту, да, оно со всеми дружит, со всеми может гармонично, да, в компанию встать, в предложение, например, «С томатина и ростанка, а перке нонавево дурмито», вот вам с им перфетто, да, или «Ай бевуто эль вино, кетти я в его портату дал Италия», это уже выпил вино, который тебе из Италии привезла, да, или, например, с пассату ремоту, если вы рассказываете какую-то историю, то вместо тропосату просиму, пожалуйста, тропосату ремоту, тропосату просиму используйте, будет великолепно, то есть оно со всеми отлично дружит. И дальше идут времена, это им перфетто и пассату просиму, им перфетто и тропосату просиму. И почему я говорю тропосату? Пассату просиму. Они у меня вот, как всегда, два шарика, я их обозначаю рядом, на одном удалении от презенте, это им перфетто и пассату просиму. Почему? Потому что пассату просиму показывает на завершенность действия, да, какой-то факт, что уже произошло, а им перфетто нет, да, им перфетто показывает, ну, вообще, им перфетто это второе по используемости время вместе с презенте, потому что с презенте сколько всего описывает, столько же им перфетто описывает. Потому что им перфетто, помимо того, что рассказывает нам о том, что была какая-то привычка в прошлом, они сеттимана манджавон джеляту, они сеттендавам альмари, или что произошло, и что-то случилось, когда гвардаву куэсту видео, или когда гвардаву куэль видео, у меня химато Пауло, когда я смотрела это видео, он позвонил Пауло. Также им перфетто используется, вот мы говорим про индикативо, а им перфетто очень часто используется взамен, взамен конжунтиво и взамен кондиционале, если мы говорим про период эпотетико, да, если было бы то, то было бы то. То есть, чтобы это сказать, нужно и такие времена поднять, да, в прошлом, конжунтиво тропассату нужно поднять, кондиционале компосту нужно поднять, либо просто в им перфетто ты говоришь, сэ еремя ми кемави андавам альчинима, если бы ты мне вчера позвонил, мы пошли в кино, вместо того, чтобы говорить сэ еремя весси кемату, но и сарему андать альчинима. Господи, зачем нужно нагромождать? Все итальянцы используют им перфетто в таких случаях. Поэтому им перфетто нам нужно для того, чтобы описать привычку в прошлом, для того, чтобы описать какое-то действие, которое было прервано другим действием, это по запросу ему это действие идет, или для того, чтобы описать, что было бы, если бы что-то случилось в прошлом, да. А им перфетто еще очень часто используется, как и презент историко, для каких-то фактов. Вроде мы привыкли, что про Данте или Герри ты говоришь на куэ мори, но можно сказать и на шеево мориво. Очень часто тоже используется им перфетто и для фактов. То есть это может быть не так очевидно и может быть не так сильно бросается в глаза, но им перфетто тоже используется для исторических событий и фактов, да. Ну и вот по сату просиму, наше время, оно, наверное, самое используемое иностранцами, да, иностранцами. Почему? Потому что мы его первое учим, оно уже такое родное становится, там сколько уже причастий ты неправильных выучил, как ты выучил, как АВРС подобрать, то есть столько всего, столько эмоций уже связано с этим по сату просиму, что оторвать его от сердца невозможно, да, оно является самым любимым временем иностранцев, тех, кто учит язык. Но итальянцы используют, в принципе, всю гамму вот этих времен, которые мы с вами рассмотрели. Наверное, не так, да, плоско и очевидно, когда ты учишь, а вот именно в такой форме, что футура у тебя используется для того, чтобы сомнения выразить, презенты вообще используют для всего, имперфету со своими неограниченными возможностями, да, когда ты имперфету используешь также вместо того, чтобы сказать vorrei parlarti, volevo parlarti, да, ты используешь имперфету volevo dirti una cosa, хотела тебе кое-что сказать, пожалуйста, да, говори сейчас. Тоже оно не относится обязательно к прошлому, оно относится к настоящему, к какому угодно тебе относится. Единственное, что тропосату ремонту мы убираем из этой схемы, а все остальные времена живут своей веселой жизнью. Как в жизни у нас не бывает ничего линейного, понятного такого, да, и однозначного, так и в системе итальянских времен не бывает ничего такого. Поэтому, изучая времена, я уверена, что всегда вы найдете какое-то интересное использование какого-то хорошего, хорошо знакомого вам времени. Поэтому вот тропосатого ремонта мы убрали, а все остальные времена абсолютно точно заслуживают вашего внимания и вашей любви. Чао-чао.